Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и нашему. Номер 56. 2 Коринфянам 11.5 Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Толкование блаженного Феофилакта. Наконец он сравнивает себя с приверженцами Петра, желая показать этим, что если они знают больше его, то и больше высших апостолов, доводя до нелепых выводов. Смотри, какое уничижение. Я думаю, говорит, но ничего не утверждает. Не просто говорит апостолов, но высших, намекая на Петра, Иоанна и Иакова. А говорит это потому, что теперь это было необходимо. Тогда как в другом месте он сказал, я не достоин называться апостолом. 1 Коринфянам 15.9 2 Коринфянам 11.6 «Хоть я и невежда в слове, но не в познании, впрочем, мы во всем совершенно известны вам». Толкование «Поскольку же апостолы гордились тем, что они не были невеждами, то он показывает, что не избегает такого невежества, но и поставляет в нем для себя честь. И не говорит, если я и невежда, то и другие апостолы таковы же, для того, чтобы не показалось, что он осуждает их, но унижает само дело внешней мудрости, как и в первом послании показал, что оно не только бесполезно, но и вредно для славы Креста. Итак, я невежда в слове, но не в познании. Через это намекает им, что чем более они хвалятся красноречием, тем более лишаются познания Бога и остаются в этом деле невеждами. Не так, как лжиапостолы. На деле то окажется другое, но во всем, что мы делаем и говорим, известны вам. Нет в нас какой-либо двойственности или лицемерия, как у тех, которые покрываются только личиной благочестия, а поступают во всем несравненно хуже. 2 Коринфянам 11.7 Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Толкование. Грешил ли я, говорит, тем, и может ли вы обвинять меня и гордиться предо мной, чтобы я унизил себя самого, живя милостыне и терпя голод, чтобы возвысить вас, то есть утвердить тесть в вере, ибо они не соблазнялись, что и составляет величайшее их обвинение, тем, что не были бы утверждены иначе, если бы он не терпел голод. Поскольку же они клеветали на него, что он в присутствии представляется униженным, а в отсутствии хвалится, то теперь, как бы защищаясь от этого, он поражает их самих, говоря, хотя я был унижен, но для того, чтобы вы возвысились через это. 2 Коринфянам 11.8 Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Полкование Хотя он мог бы сказать, я ел от труда рук своих, но, делая речь более выразительной, говорит, я получал от других, служа вам. Выражение же причинял издержки, он употребил вместо я лишил и сделал их бедными. А разумеет он македонян. Будучи весьма бедны, они содержали еще и меня, тогда, как я был им в тягость, хотя в излишнем не нуждался, но нуждался в необходимом. Я получал содержание, но не от вас. Это составляет действительно величайшее обвинение, тем более, что все это для служения вам, ибо и проповедуя вам, и делая ваши дела, я питался от других. Тройное обвинение. Первое, что будучи у вас и служа вам, терпя недостаток, не снискал уважение, ибо вы не только не посылали мне чего-нибудь, как делали македоняне, но и в то время, когда я был у вас, не содержали меня. Выражение никому не докучало, означает, «Я не был никому в тягость». Этим он показывает, что они помогают нерешительно и слабо. Некоторые же слово «не докучал» принимают вместо «не не родил», «не был беспечен к проповеданию». Но сколько требовалось от меня, все сделано для вашего спасения. Я жил в нужде и не просил чего-либо, не ослабил в терпении, приучив себя к нему. 2 Коринфянам 11, 9 «Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». Толкование. «Возбуждает в них ревность, чтобы более побудить к милосердию, так, чтобы превзойденные македонцами в доставлении ему содержания не были превзойдены ими и в милостыне. Говоря же, недостаток показывает, что он не получил ничего, кроме необходимого, а содержание доставляли ему филиппийцы. Показывает, что они считали тягостью снабжать его пищей. Хорошо сказано, постараюсь, чтобы вы не подумали, говорит, что я сказал это, имея в виду получить от вас последствия, но и старался, и постараюсь не быть вам в тягость. Это для них сильное обличение. Хотя он еще не окончательно не надеется на них, но совершенно и не думает получить от них что-нибудь». 2 Коринфянам 11.10 «Поистине Христовой во мне скажу, что похвалавсия не отнимется у меня в странах Ахайи». Толкование. Чтобы они не подумали, что постараюсь, он сказал для того, чтобы более привлечь их к себе, говорит, «Поистине, сущего Христе Иисусе, говорю, что не возьму ничего». Но чтобы кто не подумал, что он говорит это под влиянием скорби или гнева, то дело это называет похвалой. Проповедовать Евангелие безвозмездно было для него славой, потому что он ради Христа готов был переступить пределы, указанные Христом. Выражение «не заградиться» по-русски не отнимется. Есть метафора, заимствованная от текущих рек. Так, когда слава о нем протекла повсюду, он говорит, «не заградиться» это доброе и славное течение того, что с нынешнего времени я стану получать что-нибудь. А выражение в странах Ахаии показывает его негодование, ибо если это похвала, то ее следовало соблюдать повсюду, но если ее соблюдают только в означенных странах, то очевидно, что те люди, которым это написано, не обладают здравым умом, как прочие. Второе Коринфянам 11.11 «Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать». Полкование «Намереваясь объяснить причину, по которой он не брал от них, а именно по причине появления лжиапостолов, он этим подрывает подозрение Коринфян. «Ты не берешь, как кажется, по ненависти к нам». Поэтому и говорит, «Я более люблю вас и не хочу оскорблять вас, потому что вы легко соблазняетесь». Но он не говорит так ясно, чтобы не постыдить их слабости, а вращает свою речь к другой причине». Второе Коринфянам 11.12 «Чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы». Толкование «Здесь совершенно ясно высказывает причину, по которой он не брал, поскольку дьявол знал, что люди века сего преимущественно любят тех учителей, которые ничего не берут, то научил лжеапостолов и это истолковать по-своему, ибо они не поступали в этом случае справедливые, хотя и были богаты. Но уча не брать, брали, поэтому он не сказал, чтобы в чем поступают справедливые, но чем хвалятся, что и составляет очевидный признак хвастовства. Итак, апостол, понимая это, положил себе за правило не брать у них ничего, даже и тогда, когда нуждался в чем-либо, чтобы отразить нападение их и не дать места для порицания себя. Хотя это не могло быть предметом порицания, потому что согласно законам христовым, но поскольку коринфяне по слабости все-таки соблазнялись, то он и предохранил себя от этого. И наконец, лжеапостолы, будучи ниже истинных апостолов во всем другом, и в этом не имели никакого преимущества. Можно сказать, что они уступали бы им и в том случае, если бы не брали, то как они были богаты, а Павел не брал, терпя нужду, и что они не справедливо поступали, а лицемерили. Апостол же поступал справедливо. Интересно, о чем апостол Павел здесь пишет, а об этом не пишет. Ни Иуда апостол, ни Иоанн в трех посланиях, ни Петр в двух посланиях, ни Яков. Вот это частное отношение по отношению к нему. Почему? Я никого не слышал, чтобы объясняли это. Почему? Что мелочь это какая-то или что? Или что у них паства была другая? Он именно подмечал, что они не хотели даже потребное для жизни ему давать. И уже 2000 лет все видят, какие эти люди, какие они жадные были, какие несправедливые были. И высветил перед всем светом. Никого не судите. Разве Павел это не знал? И сианам поступали неблагородно, и жития святых написано, его нигде об этом не помянул. Ну и спрашивается, а кто правильный поступил? Ну я называю всех, кто писал что-то, писал послание. Иуда, Иоанн, Иаков, Петр, но это все-таки уже коллектив целый-то. И даже полслова они нигде об этом не написали. Почему не о содержании? Вот эти вопросы не хотят отвечать, а это целый тем. Меня спрашивают, а вы знаете? Знаю. А почему? Читал об этом, что говорят редкие-редкие такие проповедники. Ну и сам все время об этом задумывался. Ну и сам под этой катушкой был. Самый главный личный опыт. А правильно кто поступал? Правильно Павел поступал. Павел, вперед. Второе Коринфянам 11, 13. Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели принимают вид апостолов христовых. Толкование. Что ты говоришь? Проповедующие Христа, не вводящие иного Евангелия, как сказал выше, теперь стали лжеапостолами? Да, говорит, поэтому самому. Ибо лицемеря в этом они вносят тайно нечестивые догматы. Вот мне сейчас раскинули материал в Красноярской епархии. Как архиерей душит, убирает должность и кто не платит. И притом платят, допустим, два раза в году. Такие деньги, которые не в глаза не видят, что-то продают, ищут где-то. По населению, сколько населения, поэтому брать, как будто люди обязаны давать, а люди даже в церковь не ходят. апостол Павел говорит, да, они не изменяют Евангелие, правильно, но они лукавые делатели, а они лжеапостолы, это лжепастыри, лжеепископы. Необходимо это сказать, а что он в Красноярске не читал об этом, там Пантелеймон, кто-то, считал, но слишком привыкли. У меня один священник, этот епископ, священник спрашивает, а вы знаете таких епископов, чтобы не брали поборы? поборы, я говорю, знаю, их тоже это, я ни одного не знаю, про Таире, я говорю, я знаю, Евтихий, Курочкин, домодедовский был у патриархи Кирилла, в самой большой бедности жил, но, конечно, батюшка был наш, отвозил, и средства, и питание, и что, но сам он жил в бедности, даже приезжал, и носков нету на ботинках, даже беднее меня жил. Лукавые же делатели, так как они только кажутся созидающими, а на самом деле и строгают то, что было насаждено, и имеют только наружность апостолов, суть поистине волки в овечьей шкуре. Трудно поударить, я не знаю, что такое волки. Знаю. Это звери на четырех ногах, серые, хвост поленом, никогда не загнуты. Второе, Коринфянам 11,14. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света в толковании. Ибо раз учителек сатана решается на все, то нет ничего удивительного, что и они подражают ему. Ангела света, разумеет того, который имеет дерзновение, предстоит истинному свету, возвещает, что и Бог свет есть, а в нем он есть свет. Дьявол преобразуется в такого ангела, но не бывает таким. Такил же апостол имеет только вид апостолов, но не самую силу. Научимся же отсюда, что делать что-нибудь на показ из тщеславия свойственно особенно дьяволу. Комментарий Игнатия Лапкина. Господь называл лицемерами молящихся на показ. Это особенно свойственно православным в каждом богослужении с его неимоверной пышностью и театральностью. О проповеди на показ Христос не говорил ни разу. Даже более того, апостол радуется и неискренной проповеди Филиппийцам 1.18. Но что до того, как бы не проповедали Христа плитворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. И так довернется проповедь на свое законное первенствующее место и досядет на Моисеевом седалище, где сегодня угнездились молчаливая бездарность и трусливое корыстолюбие. 2.11.5 А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Толкование. То есть, как служители Евангелия, содержащего правду, или что они окружают себя самих славой праведных мужей, но не избегнут совершенно, ибо по делам их будет конец их, то есть дурной. Так что от дел их мы узнаем их, ибо конец их будет соответствен их делам. 2.11.16 Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Толкование. Ибо хотя он и употреблял уже оговорки, но все-таки говорит, я не довольствуюсь тем, что сказано, но снова говорю, не почти кто-нибудь меня неразумным, ибо просто хвалиться свойственно неразумию. Я же делаю это не так, не как неразумный, но по необходимости. Однако, если вы не соглашаетесь со мной и считаете меня совершенно неразумным, хотя бы я хвалился и по необходимости, я не избегаю этого. и так примите меня как безумного, чтобы и мне, то есть как они, похвалиться, но и то сколько нибудь. Второе Коринфянам 11, 17. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Толкование. Что говорю, говорит, то не есть в Господе, то есть эти слова, цель же этих слов совершенно в Господе, а не сказал безумие, но как бы в неразумии, ибо казаться, а не быть на самом деле в безумии, моя похвала. А что бы ты не подумал, что он везде говорит, как безумный, и не в Господе, он говорит, что скажу, а не другие мои слова. Второе Коринфянам 11, 8. Как многие хвалятся по плоти, хвалиться? Толкование. То есть внешними достоинствами, благородным происхождением, тем, что они обрезаны предки их евреи, ибо это то, что называть похвалой не в Господе, ибо что польза быть евреем. Итак, я не считаю это задобродетель, но поскольку они говорят хвалятся этим, то и я вынужден прибегнуть к этому сравнению. Второе Коринфянам 11.9 19. 19. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных толкований. Вы, принуждаете меня сказать это, ибо если бы и вы не приняли их, и я не увидел бы из всего, что вы впали в заблуждение, то не дошел бы до этого. Безумными же называй тех, которые хвалятся плотским. Ибо если хвалиться духовным есть признак неразумия, то тем более хвалиться несуществующим. Слова люди разумные кажутся лестными, однако они заключают высшую степень порицания, потому что обладая знанием, говорит он, вы погрешаете, ибо если бы вы были неразумными, то были бы достойны снисхождения. Второе Коринфянам 11.20 Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. Толкование. Смотри, в каком раболепстве и крайнем подчинении лжеапостолам изобличает Коринфян. Видишь ли, что он представляет их обирающими, ибо сие выражение, ибо сие выражается словом объедает, таким образом и то, что он сказал выше, они чем хвалятся, сказал хорошо, поскольку притворяясь не взимающими ничего, они только хвалились, они были таковыми на самом деле. Когда кто превозносится, то есть те, кто подчиняет вас и превозносится над вами, ибо господами они были некроткими, но обременительными и тягостными. Вот высшая степень унижения Коринфян и надменности лжиапостолов, ибо лжиапостолы обращались с ними как с рабами. Он говорит это не потому, что их действительно били в лицо, но потому, что они терпели не меньше тех, которых бьют в лицо. Сказал же это, имея в виду их высокомерие, ибо что может быть постыднее того, что лжиапостолы, отнимая их свободу, обращались с ними как с рабами. Как епископ. 2 Коринфянам 11.21 К стыду говорю, что на это у нас недоставалось сил, а если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию смею и я. Полкование. Ради чего, говорит, вы терпите их, как будто мы слабы и не можем поступать с вами точно так же. Нет, ибо мы можем обращаться с вами так же высокомерно. Но мы вовсе не хотим этого. Таким образом, всю вину дерзости лжиапостолов слагает на раболепство Коринфян. Ибо вы, говорит он, вследствие слишком рабского подчинения служите причиной и их высокомерия и этих наших слов. Смотри, он опять называет свой поступок дерзновением и неразумием и только что не говорит, я приступаю к этому по необходимости. И сколько других оговорок представил он прежде этого. Делает же это, научая нас не прибегать без необходимости таким речам. Итак, а если кто смеет хвалиться чем-либо, смею и я. Ибо слово хвалиться подразумевается само собой. Затем перечисляет то, чем они не хвалятся. Второе... Аммамитяне четко произноси. Прямо заедаешь их. В самом деле. Хвалят ся. Второе Коринфянам 11-22 Они евреи и я израильтяне и я семя Аврамова и я толкование. Поскольку не все евреи были израильтянами, ибо и моавитяне и аммамитяне выдавали себя за израильтян, то очищая превосходство своего происхождения прибавляет и следующее, указывая на Исаака. Второе Коринфянам 11-23 Христово служители в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. Толкование. Некоторые говорят, что он не должен был высказывать эти слова в виде сравнения, а должен был прямо сказать, что они не служители Христовы. Отвечаем, что он показал это одним словом, назвав их лжеапостолами. Апостолами. Да что ж такое, что прям так не слышно, что ли? Теперь же, начав речь сравнительную, он представляет наглядное указание на то же самое и дает понять слушателю, что он сам действительно служитель Христов, а они нет. Посему говорит, что хотя они служители Христовы, но и в этом я выше их. И опять называет свои слова неразумием по безмерному смирению, перечисляет отличительные признаки апостолов и оставив знамение, начинает с искушений. Я поднимаю, говорит он, много трудов, переходя из одного места в другое, уча день и ночь, делая при этом своими руками, и что важнее, претерпевая удары и при том чрезмерные, и что еще выше, подвергаясь вместе с ударами заключению под стражу. Слова гораздо более стоят в сравнительной степени и выражают сравнение с лжеапостолами. Он говорит как бы предположительно, положим, что они трудятся, но я тружусь гораздо более. Некоторые, впрочем, утверждают, что слова эти выражают не сравнение, а означают только большое количество и высшую степень, не только мнимо умирая, но и подвергаясь опасностям, действительно угрожавшим смертью. 2 Коринфянам 11, 24. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. Толкование. Почему без одного существовал закон, по которому получивший более 40 ударов лишался чести? Почему определено было давать 40 без одного, то есть 39? Для того, чтобы если бьющий увлекшись дал лишний удар, все-таки дал бы не более 40 и побиваемый не лишился бы чести, так как и в этом случае он подвергался узаконенному числу ударов. 2 Коринфянам 11, 25. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Толкование. Лука записал нам не все, что претерпел Павел, ибо ты видишь, что много из перечисленного здесь он опустил, потому что он трудился на писании не для прославления себя. Какое отношение к Евангелию имеет то, чтобы ты терпел кораблекрушение? Потерпел кораблекрушение, совершая ради Евангелия длинные морские путешествия. Ночью и днем плавал по глубине. Некоторые, впрочем, говорят, что после опасности в Листре он скрылся в одном колодезе, называемом Вифос, и говорит здесь об этом обстоятельстве. Комментарий Игнатия Лапкина Если сегодня кто-то и совершает длинное путешествие ради Евангелия, то только не православные. Православные ездят на экуменические встречи, конгрессы, форумы и за это получают награды. И во всех этих действиях православных нет ни одного евангельского шага, а лишь дымное надмение мира. 2 Коринфяна 11 26 Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях пустыни, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Ибо он принужден был плавать по ипорекам. Всюду дьявол воздвигал брани, и всюду Бог предлагал награды за подвиги. Ибо и от язычников, и от единоплеменников иудеев, которые жесточены были против него из зависти, были подстрекаемые разбойники. Был ли он безопасен, по крайней мере, в городе? Нисколько. На конец пустыни, и в ней нет. И когда он избегал опасности на суше, они встречали его на море. Подвергаться ковам ложных и притворных братьев – это другое и самое трудное род искушение, на которое жаловался и Давид. «Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы, но ты, который был для меня то же, что и я, друг мой и близкий мой» Псалом 54, 13-14 И в другом месте «Человек мирный со мною» Псалом 40, 10 2 Коринфянам 11, 27 «В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе» Это про нас. Толкование. «Недостаточно было скорбей, приходящих извне. Он удручал еще сам себя собственными трудами, беспокойствами и бессонными ночами» 2 Коринфянам 11, 28 «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах» Толкование «Претерпевая все это, учитель вселенной не имел достаточно пищи и одежды, но подвязался обнаженный и ратовал голодный Притом он еще много опустил, ибо такой смысл имеет выражение, кроме посторонних приключений И о том даже, о чем упомянул, он сказал мне поодиночке, а только исчислил Что легко можно выразить числом, говоря пять раз или три раза О том же, что неудобно для перечисления, выразился неопределенно Ибо сказал «Много раз и часто, смотри же, исчисляя стольки и бедствия, он не сказал, скольких обратил ко Христу Как по своему смиренно мудрю, так и научая этим, что трудящийся во всяком случае получит полную награду Хотя бы ему и не предстояло более подвигов То есть яростное восстание и нападение, какие делают на меня ежедневно народы по общему согласию Забота о всех церквах – это самое важное из всего Ибо если тот, кто заботится об одном только доме, имея при том служителей и экономов, не имеет возможности даже отдохнуть То, что должна поистине вытерпеть одна душа, имеющая среди стольких опасностей попечения о всей вселенной и при том о душах Все Все